Мне кажется, что мы давно живем в том мире, где свобода самовыражения, выражение своих мыслей, донесение своей позиции до общества ограничивается только внутренними стержнями самого человека, который это делает. Если мы конкретно говорим о том случае, который произошел с французским журналом, то, знаете, европейская либеральная демократия построена на обычных совершенно принципах восприятия или невосприятия того, что печатается в данном журнале. Уже много лет этот журнал, не один десяток, по-моему, лет, выдает очень жесткие изображения. И все это время он востребован европейской публикой. Насколько я знаю, его читают, его смотрят. Если он существует все это время, значит, это кому-то надо. В восприятии европейцев этот журнал ни разу не перешел каких-то границ дозволенного. Франция еще в 50-х годах гостеприимно распахнула двери для эмиграции из арабских стран. Там уже эти люди давно ассимилировались. В Париже, во всяком случае, я наблюдал гораздо больше лиц не французских черт, не принадлежащих европейскому этносу, чем именно арабских. Там эти люди работают. И работают даже в полиции, как мы знаем, в органах правопорядка. Вот если бы карикатура на какого-то, скажем так, религиозного идола возмутила реально экспромтом каких-то людей, они бы прибежали с палками. Это была бы какая-то очевидно радикальная молодежь. А то, что случилось, это, скорее всего, проявление начала глобальной какой-то войны, которую будет вести радикальный исламизм, представители радикального ислама с теми самыми принципами европейского либерализма, которые они не воспринимают. Мені дуже важко знайти будь-який привід в журналістській діяльності, достатньо для того, щоб людину, яка це надрукувала, або намалювала, або написала, вбити. Журналісти можуть використовувати будь-які засоби. Они могут писати слова, можуть малювати, можуть робити графики, працювати з інфографікою, якимись іншими речами. Все одно це все виходить з журналістика, і неважливо, це засоби. Я коли спостерігав за цю ситуацію, мені пригадалася ситуація з Салманом Ружді, який свого часу надрукував сатанинські вірші, і фактично проти якого було також оголошено фатху, наскільки тоді фактично це залишилося поза увагою суспільства, і стало фактично той виклик, який він кинув, він став його особистим викликом. Ніхто тоді не написав «Жи свій Салман Ружді». Навіть з точки зору цих терористів, вони розуміли, очевидно, що вони не зупинять випуск цього журналу. На цей виклик потрібно якось було відповідати, і це була дуже гучна відповідя, те, що журнал не зник, те, що його всі підтримали, те, що підтримали, ну я не кажу багато видань, тому що тут якраз моя спільнота розділилася, тобто частина видань сказали «так», частина видань сказали «так», «але». Человек – це существо, яке смеється. Це упомянуто у Роберта Хайлайна в книге «Чужак в чужій страні», тобто чоловік отличається від обез'яною тем, що чоловік умеє сміяться. Люба цивилизація починала падати в той момент, коли пыталась запретити анердот. І це останавливає прогрес не тільки в вопросах, зв'язаных з свободою слова, с медіатехнологиями, с інтернетом. Це буде касатися любих отраслі человеческій деятельності. Обмін інформації, свободний обмін інформації – це основа прогреса. Да, свобода слова имеет ограничения. Эти ограничения установлены законодательно в Европейской конвенції по програми человека, ст. 10. Очень важно, чтобы никакие террористические атаки, никакие соображения какой-то высшей необходимости не приводили к тому, что человеку будет запрещено смеяться. Анекдоты, шаржи, каликатуры – это оціночные осуждения. Совершенно понятно по своему стилю, что они не являются правдой или неправдой. Мы належем к православной культуре, хотя кто верит, кто не верит, кто очень верит. Я в интернете прочитал такой анекдот, что женщина спросит батюшку, отец, а в пест можно человеку? Батюшка ответит, можно, если не жирно. У нас не распространена такая практика, как смехотерапия или его смех. Идея этой практики – это смех без причины. Чемало говорится про то, что как раз висмиювание, то, что считается святым, непорушным и так далее, это один из таких базовых элементов французской народной культуры. И мне кажется, с этой точки зрения, нам, может, иногда сложно понять французов, которые так, можно сказать, и пишутся своей традицией, все висмиювать, ничего не оставить поза критикой. Когда вы задали вопрос, какая реакция, конечно, реакция уже давно была, но это все произошло. Но в это время мне вспомнилось один такой роман, скажем, маленький роман, эстонского писателя Эн Ватной. Называется, является по-китайски. И там очень интересная история описанная. Мне кажется, что это абсолютно стопроцентная та ситуация, которая происходит сейчас в Европе. Один больной ему сказали смертельный диагноз, и его положили в больницу. И, естественно, в такой ситуации человек уже более дотошно рассматривает весь мир, с которым будет скоро расставаться. И вот он на дереве видел красивую гусеницу. Он за ней следил все время. Красивая такая, жирненькая, довольная. И вот однажды на нее сел комар и, так сказать, жалом укусил ее. Она так стряхнулась и ползала дальше. И вот герой романа ее наблюдал неделю или больше. С временем-то гусеница все хуже и хуже себя чувствовала. И где-то через неделю она просто развалилась на части. И из нее вылетели всякие бабочки. Европейские лидеры вообще неправильно ведут, абсолютно неправильно какую-то ведут политику. Не допускают в свой дом, не понимая даже того. Совершенно какие-то элементы, которые не адаптируются. И, в конце концов, за, я думаю, что это, не знаю, сто, там, или полсотни лет, Европа может превратиться в эту гусеницу. Это, то есть, весь мир стоткан с аналогией, да? Если мы Европу будем представлять свой дом, не говорить европейский дом, маленький домик, с мужем, женой, детьми. И вот они приняли кого-то человека, казалось бы, хорошего, доброго, чтобы он там пожил. Он живет, живет там. Ну, постепенно в жену забрал, детей выгнал, его там прострелял. Ну, вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!